Дмитрий Фреско На глаза попался ролик славного дружба про запекание в глине. Слов нет. Глина – это классно, но, к сожалению, есть она далеко не везде. А между тем добиться такого же результата, а то может даже и лучшего, можно и без нее. Вам понадобится также фольга, естественно, мясо с пряностями, большой костер и куча пепла. Именно пепел, его толстый слой, и убережет ваше мясо от сгорания. Я костер буду разводить вот здесь. У нас на горе ветра и без стенок можно доразводиться до пожара. Сложил, как видите, кучку бревнышек. Пусть разгорается, а я займусь пока подготовкой мяса. Это у меня говяжья грудинка. На самом деле вообще нет разницы, какое мясо использовать. Свинина, баранина, говядина, на кости, бескостная. Неважно абсолютно. Присолю его как следует. Перец, гетулированный чеснок, немного растительного масла и все это натереть. Косточки всегда прогреваются значительнее, медленнее, чем мясо. Поэтому сложу эти кусочки мяса внутрь, а косточками наружу. И старательно заверну в фольгу. И слоев побольше, чтобы не прорвались. Вот так. Набор пряностей тоже любой, абсолютно на ваш вкус. Ведь по сути это просто запекание, такое же, как в духовке. Просто на даче далеко не у всех духовка есть, а вот куча мусора, горючего, есть, как правило, у всех. И вы все равно его сжигаете, так почему бы не использовать? Собственно, подготовился. Все, сейчас разгорится посильнее и продолжим. А я пока пойду копать. Вот так. Ну, собственно, можно укладывать мясо и засыпать его горячим пеплом. Если у вас костер давно горит, то значит пепел горячий, вот сразу им засыпаете. А если недавно, но на старом месте, то старый холодный пепел можно немного смешать с угольками, чтобы подогреть его, так сказать. А сверху засыпать, опять же, углями и дров навалить. Чтобы мясо не спалить, нужно слой пепла делать сантиметра 3, а лучше 4. А если у вас есть какая-нибудь глиняная посудина или чугунина старая, то можно на горячий пепел положить мясо в фольге, естественно, накрыть этой самой посудиной, сверху насыпать пепла и сверху уже раскочегаривать эти угли, костер и прочее. Все, оставлю это готовиться, а сам пойду заниматься делами. Прошло 2,5 часа, даже немножко больше, 2 часа 40 минут уже. Пора приступать к пробе. Надо выкопать сначала мясо. Мясо отсюда. Слышите, как шипит? Ну и давайте смотреть, что у меня получилось. Судя по запаху, верхний слой хорошо поджаренный, боюсь, как бы не подгорел. Мясо. Мы четкое. Мы четкое. Вот такой вот Кусман. И разрезать такое красивое мясо я буду спонсорским ножом. Самура прислала мне Инагибу. Смотрите, нулевая какая. Очень горячо. Что скажете? Я считаю, просто сказка. А вот со вторым куском, прямо скажем, ужас. Второй кусок у меня, косточки, лежавшие слишком вверху, сгорели. Смотрите, какое чудовищное фиаско. Это со старной костей. Правда, не со старной костей, все замечательно. Вот такое вот отваливающееся мясо. Я предполагаю, что вот такая вида у меня получилась не из-за того, что я слой маленький пепла сделал. Слой пепла был достаточный, а потому что я использовал дрова. Это инсима, или инсимера, это каменный дуб. Он дает очень сильный жар. В принципе, если бы я насыпал, наверное, побольше золы, косточки бы не сгорели. Ну, в принципе, так как это иные кости, не страшно. Давайте уже попробую, что получилось. Смотрите, какое чудо! Собственно, здесь и резать-то ничего не надо. Он так отваливается. Нежнейшее мясо. Очень ароматное. Присутствует вот эта вот горчинка, от сгоревшего мяса. Это, конечно, беда. Но консистенция просто прекрасна. Я думаю, что если вы будете готовить на сосне, то хватит вам, наверное, при слой пепла в 3-4 сантиметра, хватит, наверное, двух часов. Вот. Я это мясо не переворачивал ни разу за это время. Если вы хотите более толстые куски мяса использовать побольше, то пепла на сыфте побольше, готовить можно немножко подольше. Огромное спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, что этот способ вам тоже понравится, несмотря на мои горелки. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки, дизлайки, делает репосты. Это помогает каналу расти. И, естественно, отдельно огромное благодарность Самури за предоставленный острый классный ножик. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok